Поэтому бороться с неблагоприятными условиями окружающей среды. Также входит экстракт цикория, то есть входит ряд экстрактов. Экстракт цикория, который сохраняет на коже правильную микрофлору, экстракт солодки. Она подходит для проблемной кожи и борется с пигментными пятнами и отечностью. И токоферол, это витамин, который очень хорошо убирает мешки, отечность под глазами, мелкие морщинки, сеточку. И также обладает мощным омолаживающим эффектом. Значит, глюколактон, также входящий в состав этой жидкости, он обновляет и очищает поверхность кожи. Значит, наносим его до и после, лучше делать это и до и после, тогда будет маска хорошо усваиваться. Первую маску, которую я вам расскажу, это маска Найскот, Skin Immunity Mask. Значит, все мы живем в большом городе и загрязнения и токсины подвергают нашу кожу, скапливаются различные токсины. И эта маска, она поддерживает клеточный иммунитет кожи. Также эту маску можно использовать для таких состояний реактивных, как состояние после химического пилинга, что актуально очень сейчас в межсезонье делают пилинги, также после лазерного воздействия на кожу и также после различных инсоляций, долгого пребывания на коже. Мощное противоотечное и противовоспалительное действие этой маски позволяет использовать ее при различных очищающих программах. Микроциркуляция улучшает, маска улучшает микроциркуляцию, что позволяет запустить процессы обновления кожи, улучшается выработка эластина, коллагена, гиалуроновой кислоты, тем самым улучшается тонус кожи и упругость и эластичность. Значит, маску мы наносим на кожу очищенную. Существует в Гринвэй ряд средств, которые я расскажу позже, которые мы можем очистить кожу. И перед применением маски мы наносим 3-4 впрыскивания бустера. Затем мы открываем маску, я могу показать, как она выглядит, и наносим, натканиваем, наносим ее на кожу. Маска обильно пропитана специальным эликсиром, про состав, который я уже вам рассказала. Она практически с нее капает, она очень насыщенная, и даже в конвертике остается большое количество этого эликсира, который вы можете распределить на шею, декольте. Значит, я покажу, как она выглядит. Это вот такая масочка. То есть, все просто. Мы одеваем ее, равномерно прижимаем к поверхности кожи, разглаживаем, чтобы не было каких-то пузырей, чтобы она максимально отдала весь свой полезный состав. Вот, и держим эту маску на протяжении 15-30 минут. То есть, лежим, релаксируем, отдыхаем. Значит, после этого мы снимаем масочку и наносим второй раз бустер, который закрепит действие маски, опять же. После бустера маску не смываем, мы наносим конечные продукты, крем или крем под глаза, допустим, если требуется кожа. Что нам дает эта маска? Маска, значит, улучшает тонус кожи, мы видим выраженный лифтинговый эффект, Мелкие морщинки под глазами становятся менее заметными, а крупные, ну, становится меньше заметно излом. Кожа после снятия маски становится такая розовая, то есть, за счет усиления кровообращения, сияющая и выравнивается поверхность кожи. Делать ее можно раз-два раза в неделю или как маска на выход. То есть, маска Золушки ее называют, то есть, она, мгновенный эффект у нее очень хороший, выраженный. Так, теперь, следующая масочка, это маска Найскот Дабл Лифтинг Анти Эйдж Маск. Эта маска подходит для возрастной кожи, то есть, 35+. Значит, когда у нас кожа очень уставшая, стрессовая, после сильных инсоляций, потрясений, то есть, мы эту маску можем смело применять, начиная с 35 лет. В составе этой маски входит такой интересный компонент, как полу-нол. Значит, в него входит витамин В12 и витамин С. Все мы знаем антиоксидатное действие витамина С. Которые обладают выраженным омолаживающим эффектом, подтягивают нашу кожу и также поддерживают глубокое увлажнение в коже. Особенностью этой маски является то, что в составе входит комплекс гиалуроновой кислоты. Мощный увлажнитель гиалуроновой кислоты, она в этой маске в двух составах. Она, значит, высокая и низкомолекулярная. За счет того, что она двухмолекулярная, она глубоко проникает не только в эпидермис, но и в дырм кожи и задерживает влагу. То есть, задерживает ее настолько, что влага долго захватывается и долго сохраняется в этой коже. Благодаря этому поддерживается глубокий напитанный эффект. Наносится она также на предварительно очищенную, обработанную бустером кожу. Выдерживается 15-30 минут. И потом мы ее также снимаем. Что мы получаем после этой маски? Заметен улучшение увядающей кожи, мгновенное сияние, подтягивающий эффект, разглаживающий эффект. И видимое уплотнение кожи за счет того, что гиалуроновая кислота и в дерме, и в эпидермисе наполняется. Также ее можно использовать как перед каким-то мероприятием. И третья маска – это Найс Кот Экстра Рич Найт Ребея Маск. Маска для ночного применения, то есть ее применяют только на ночь. Показаниями к этой маске является очень сухая кожа. То есть такие состояния, как кондиционер, система отопления, инсоляция, различные солярии, пересушивают нашу кожу настолько, что она истончается и становится очень сухой. Значит, в эту маску входят различные масла. Такие как масло граната, которое обладает витаминным и питательным свойством. Затем масло арбуза, которое освежает и тонизирует, обладает детоксикирующим эффектом. Увлажняет, препятствует разрушению коллагена. Масло расторопшее – это основное масло, которое входит в эту маску. Оно очень хорошо питает и омолаживает кожу. Затем сюда входит экстракт апельсина. Тоже выраженный лифтинг-эффект и эффект отбеливания кожи за счет того, что содержит витамин С. И здесь происходит борьба с отечностью и стимулирует выработку коллагена. Масло камелии снижает темные круги под глазами и тоже стимулирует резервные функции кожи. Вырабатывает эластин, коллаген, гиалуроновую кислоту. И кожа становится более плотной и упругой. Также я хочу рассказать, кто не знает, механизм, почему происходит обезвоженная кожа, становится такой дряблой. Мы можем ее проверить, взяв складку кожи на срезе. То есть там будет мелкая исчерченность. Тогда мы понимаем, что признаки обезвоженности налицо. Значит, у нас на лице имеется гидролипидная пленка, которая состоит из воды и жиров. Жиры, липиды, они обладают свойством антибактериального действия. Тогда, когда у нас происходит в ряде случаев обезвоживание кожи, эта гидролипидная пленочка истончается. Это может быть неправильный уход за кожей, применение спиртовых средств, инсоляция, солярий. Эта гидролипидная пленка исчезает, и бактерии спокойно могут проникать на поверхность кожи. Казалось бы, кожа не подростковая, а прыщики появляются, воспалительные элементы на лицо. Мы неправильно ухаживаем за гидролипидной мантией. То есть нужно держать кожу всегда в тонусе. Для этого мы должны использовать дневной, ночной крем, а также дополнительные средства. Это 2-3 раза в неделю маски, которые поддерживают уровень влаги в нашей коже. И теперь я хочу перейти к очищающим продуктам компании Greenway. Вот так они выглядят в коробочках. То есть это варежка, затем варежка-спонж, спонж для до макияжа, салфетка классическая и спонж для пилинга. Сейчас я вам расскажу про вот эту варежку. Варежка Ласка. Это, значит, вот так она выглядит, розовая, очень приятная на ощупь, мягкая, нежная, вархатистая варежка, которая, значит, без различных химических агентов может удалить даже стойкий макияж с кожи, удалить водостойкую тушь только при контакте с водой. Значит, выполнена она из ультратонкого рассеченного микроволокна, которое называется он Аквамеджик. Это волокно, значит, состоит из полиэстера и полиамида. Оно продольно разрезано на 8 частей и благодаря этому сохраняет капиллярный эффект. Благодаря эффекту натяжения вода и все загрязнения впитываются в эту ткань. Еще особенностью этой варежки является то, что она обладает повышенной впитываемостью. То есть такая варежка сможет впитать в 7 раз больше воды, чем весит она сама. Также хочу сказать, что очень экологичная. То есть при распаде средств волокон не образуется канул сцерогены и не загрязняется окружающая среда. Еще хочу сказать про эту варежку, что она уникальна, обладает системой Сильвер. Это антибактериальное свойство, что не дает бактериям проникать на поверхность кожи. Ухаживать за такой варежкой очень просто. Мы используем мыло, хозяйственное мыло. Ни в коем случае нельзя использовать химические какие-то агенты, порошки, кипятить ее, отбеливать, использовать кондиционеры, сушить ее на батарее. То есть мы ее простирали и просто в обычных условиях высушили. При таком раскладе варежка может служить в течение двух лет. Правильно, если ухаживать за ней. Вот такой чудесный продукт у нас. Хочу сказать, что у меня дети, две дочери занимаются профессиональной художественной гимнастикой и часто выезжают на какие-то соревнования. Очень повышенный макияж. Я им даю в дорогу эту варежку и они без проблем, без всяких бутыльков снимают макияж самостоятельно. Следующий продукт для очищения компании Гринвэ это варежка-спонж двухсторонняя. Выглядит она следующим образом. Вот она такая разная с двух сторон. Здесь она очень гладкая за счет вот этих волокон, про которые я рассказывала. А здесь она будет такая жесткая, грубая за счет жесткой ниточки, которая здесь плетена. Эту маску мы можем использовать, когда нам нужно сделать, например, пилинг. Но эту варежку мы не используем для чувствительной кожи, потому что она очень грубая и может раздражением. То есть используем для жирно-комбинированной кожи и для нормального типа кожи. Когда мы ее смачиваем, мы по массажным линиям промассируем все массажные линии и заглаживаем вот этой бархатистой частью, чтобы снимать эффект этого раздражения. Эффектом будет регенерация кожи. То есть мы убираем верхние слои эпидермиса и кожа, ей становится лучше дышать и все компоненты маски лучше усваиваются. Следующим продуктом, про который я хотела рассказать для очищения, это спонж для пилинга. Вот так вот он выглядит тоже. Тут система сильвер антибактериальная и антимэджик, как и во всех продуктах. Вот так она выглядит, маленькая штучка, которую можно одеть либо на пальчик. Здесь в составе эти волокна, про которые я рассказывала, и вещество, которое отшелушивает очень хорошо. Здесь мы можем и отшелушить, благодаря отшелушиванию происходит усиление микроциркуляции, мы совершаем массаж, улучшается тонус кожи и усиливается кровообращение. Тоже очень удобно, в дорогу куда-то использовать ее. Ну, ее можно использовать где-то один-два раза в неделю, как процедура пилинга, допустим, очищения. Так, салфетка косметическая. Косметическая салфетка, ее называют НЕГА. Это, почему такое название? Она применяется для любого типа кожи, но чаще ее используют для чувствительного типа кожи. Значит, также применяется и утром, и вечером. Вот. И благодаря тому, что она, несмотря на то, что она такая нежная и бархатистая, она также выполняет функцию отшелушивания. То есть, если мы каждый день будем пользоваться этой салфеткой, нам не нужно пользоваться скрабом. То есть, волокна задуманы так, что достаточно каждый день ей протирать лицо, и тогда отшелушивание будет выполнено в полной мере. Так. Вот такие продукты я хотела вам сегодня представить. Теперь хочу еще раз остановиться на варежке. То есть, варежка – это считается хит сезона, и она безупречно является хитом продаж. Теперь я могу ответить на ваши вопросы. Что-то не вижу пока вопросов. Только одни смайлики. Пока вот такие одни значки. Значит, чем это все стирать? Как я уже говорила, все продукты для очищения мы стираем только хозяйственным мылом, либо обычным мылом. И сушим в естественных условиях, чтобы не нарушить волокно. Значит, как часто использовать маски? Тоже уже рассказывала. Маски мы используем один-два раза в неделю, но можем использовать его при какой-то экстренной необходимости. Нужно вот хорошо выглядеть. Мы ее вскрываем и наносим. Мгновенный эффект. Очень хороший, видимый эффект. Так. Значит, можно ли использовать эти маски каждый день, три по очереди? Ну, желательно использовать хотя бы через день, чтобы не обаловать кожу. То есть, кожа должна сама обновляться, восстанавливаться. То есть, вообще как бы два раза достаточно. Ну, если у кого-то есть проблемы, то можно использовать даже три раза. Сколько масок нужно для курса? Ну, вообще, маска является дополнительным средством для ухода. Поэтому мы ее как-то два раза в неделю, каждую неделю используем. Поэтому, в принципе, это не курс, а как дополнительный уход для нашей кожи. Спонж или пилинг можно использовать. Спонж для пилинга нужно использовать с водой. Да, все продукты для очищения мы используем с водой. То есть, только с водой. Значит, в машинке автомат стирать нельзя. Ни в коем случае тогда нарушается вот это ультратонкое волокно и функция теряется. Здравствуйте. Почему после применения спонжа для манты макияжа высыпания на лице появляются? Скорее всего, вы очень сильно раздражаете кожу. И, как я уже говорила, нарушаете гидролепидный слой. И после этого, возможно, какие-то раздражения, покраснения. Поэтому очень деликатно, мягко и только один раз в неделю. Про вот этот варежку спонж я имею в виду. Вот этот спонж для пилинга можно использовать два раза в неделю. Почему нельзя кипятить варежку в виде другие салфетки можно? Значит, кипятить нельзя, потому что при высоких температурах у нас нарушается ультратонкое волокно Аквамэджик. Оно очень такое деликатное. Полистирол, полиамид не выдерживает высоких температур. И весь механизм тогда варежки теряется. А для тела можно использовать двухсторонний спонж? Да, безусловно, можно использовать для тела два раза в неделю. Замечательно будет. Будет кожа бархатистая и ухоженная. Одну и ту же маску сколько раз можно использовать? Значит, ну, одна маска у нас в индивидуальной упаковке, то есть мы ее используем только один раз. Ну и поверьте мне, что когда вы снимаете маску, она отдает весь свой эликсир, которым она пропитана, и практически вся высыхает. В течение тридцати минуты точно она высохнет. Спонж для макияжа можно ли использовать каждый день? Спонж для макияжа, да, ее можно использовать каждый день, как утром, так и вечером. Вечером мы смываем макияж, утром мы смываем продукты жизнедеятельности, когда кожа восстанавливается, самообновляется. Обязательно нужно смыть, очистить поры, чтобы в дальнейшем крем хорошо поработал с кожей. Так, спонж. В чем связано раздражение от ночной маски? Раздражение от ночной маски может быть связано с непереносимостью каких-то индивидуальных компонентов, то есть тут так и написано, индивидуальная непереносимость, нужно понаблюдать. Может быть, маска была нанесена на какую-то реактивную кожу, то есть обветренная она была, то есть просто показалось, что она не показана вам, просто нужно посмотреть. Так, значит, еще вот просят рассказать про бустер. Бустер – это незаменимый компонент для нанесения масок, то есть он используется перед нанесением и после нанесения. В составе различные компоненты, которые усиливают регенерацию, усиливают выработку эластина, коллагена, гиалуроновой кислоты, то есть основных механизмов выработки для улучшения тонуса кожи. Его также можно использовать как самостоятельное средство, если кожа сильно обезвожена, то есть его можно использовать как сыворотку под ночной или под дневной крем. Значит, стирать обычным мылом или детским, или хозяйственным. То есть можно и обычным, и детским, и хозяйственным, то есть мягким очищающим средством, не агрессивным, не ферри, не порошком, не каким-то оббеливающим средством, а только мягким. Можно использовать бустер вместо крема. Можно использовать его как самостоятельное средство, как я уже говорила. Если кожи нужно больше, то мы его используем вместе с кремом. Значит, про бустер применения расскажите, я уже рассказывала. И какой крем после маски. Значит, после маски мы используем крем, который всегда у нас в уходе. То есть дневной, ночной и крем под глаза. То есть, ну вообще, после маски она очень сильно напитывает, увлажняет кожу, поэтому и не требует применения крема. Но если чувствуете, что необходимо, можно нанести, хуже не будет. Маску без спрея можно ли использовать? Да, можно использовать маску без спрея, но эффект будет хуже. Как я уже сказала, лучше использовать до и после. Как правильно протирать лицо варежкой? Значит, протирать лицо варежкой нужно по массажным линиям. То есть мы протираем не только лицо, можно протирать и шею, и область декольте, обрабатывать все по массажным линиям. То есть сюда вверх, шея всегда вверх. Только вот эта мышца стерноклеида настоидом, мы можем ее опускать вниз. Декольте тоже, ну то есть тут хаотично, без разницы. Значит, отличие спонжи для модемакияжа от пилинга. Спонжи мы можем использовать каждый день, утром и вечером. А пилинг мы используем только 2-3 раза в неделю, желательно даже 2. Потому что здесь идет более усиленное удаление роговых чешуек и регенерация кожи. То есть эффект скраба. Тоже пишут от ночной маски раздражение. Скорее всего, не подходит какой-то компонент. Нужно наблюдать, если дальше, то есть просто отменить ее. Почему от маски пощипывание? Маска очень интенсивная. И когда мы ее наносим, мы даже чувствуем какую-то пульсацию. То есть небольшое пощипывание допускается. Если чувствуете, что усиление пощипывания, то мы прекращаем использовать маску и смотрим, в чем же дело. Значит, косметические салфетки можно кипятить. Опять же, кипятить нельзя. Иначе мы теряем все уникальные свойства этой маски. Повторяются вопросы, поэтому читаю, чтобы не повторяться. Пишут, что на два раза хватает маски. Но когда используем второй раз, то есть маска уже подвержена обсеменению пазинфорных бактерий. Поэтому не рекомендую лучше один раз ее использовать. Варежки и ласка можно для тела использовать себе и детям. Да, безусловно, можно. Потому что нежная очень она такая. И пропитана ионами серебра. То есть для детишек тоже можно использовать ее. Можно ли использовать спонж для пилинга перед маской? Да, можно использовать. Эффект будет очень хороший. За счет того, что уйдет весь ненужный слой рогового слоя эпидермиса. И маска еще лучше. Но очень аккуратно, не раздражая кожу, деликатно использовать этот спонж. Спонж. А есть ли еще деликатная салфетка? Она для чего? Салфетка, я рассказывала, называется Нега. Ее, кстати, можно использовать для детей. То есть она очень нежная. То есть подходит для чувствительной кожи. Применять можно каждый день, утром и вечером. Также простировать мылом и сушить в обычных условиях. Также она, несмотря на то, что она очень мягкая, также она отшелушивает нашу кожу. Обновляет ее. Повторяю все вопросы. Какой уход за кожей, шеей, декольте? Ну, значит, немножечко не по теме. Значит, ну, как обычный уход у нас, мы применяем дневной, ночной крем, крем под глаза. А сегодняшняя тема у нас про дополнительный уход. Это маски, которые можно использовать один-два раза в неделю. Или выход перед каким-то мероприятием. Это является дополнительным уходом. Маску без спрея можно, но лучше со спреем. Как правильно наносить крем для глаз? Всегда наносится к внутреннему уголку глаза и под бровь, не трогая верхнее веко. Немножко не по теме, но отвечу. Можно ли варежку розовую использовать для мытья новорожденного? Безусловно, можно. Почему нет? Значит, салфеткой для до макияжа нельзя снимать макияж. Наоборот, можно. То есть, даже самый стойкий макияж мы снимаем, используем только воды. Без различных дополнительных молочка, геля. Состав волокон этой варежки позволяет снимать ее даже без химического воздействия. Какая маска подходит для возрастной кожи? Возрастная кожа у нас после 35-ти это дабл лифтинг антиэйдж маск. Маска, как я уже говорила, мгновенно восстанавливает эластичность, упругость кожи за счет того, что активизирует все процессы обновления в коже. Это повышение эластина, коллагена, гиалуроновой кислоты. То есть, основных трех компонентов для молодости кожи. Почему от бустера щиплет веки и лицо? Возможно, может, близко, то есть мы наносим его только по косточке, то есть близко к ресничному краю ни в коем случае нельзя наносить. Может быть, кожа была какая-то реактивная или обветренная. То есть, тут тоже нужно разбираться. Если постоянно происходит раздражение, значит, его применять не стоит. Да, правильно понимаю, спонж для макияжа и варежей. Варежки действие одно. Можно использовать чем-то одним. Да, можно. То есть, варежкой мы можем снять загрязнение с большей площади просто, с лица, шеи, декольте. Спонж больше подходит только для лица, менее плотно. Ну, как бы, не очень удобно им. Сохранится ли эфир? Эфир сохранится, безусловно. Спонж для макияжа предназначен для удаления макияжа с лица. Для глаз очень грубый. Для глаз можно использовать тогда вот эту маску. Она очень нежная, мягкая и не будет раздражать. Сколько раз в неделю использовать маски? Маски используем два раза в неделю. И можно по необходимости увеличить до трех раз. То есть, если кожа требует этого. При куперозе как ухаживать? При куперозе можно снимать макияж с помощью салфетки Нега. Она очень мягкая, нежная, не раздражает кожу. И, безусловно, подходит для чувствительного типа кожи. При акне спонж пилинг можно или нет? Значит, при акне, смотря какой идет у вас воспалительный процесс, есть ли несколько воспалительных элементов, мы их не раздражаем, просто массируем по массажным линиям. Если процесс выраженный, лучше удалять спонжем для демакияжа, не раздражая сальные железы. Мы можем усилить просто процесс. Значит, варежка для снятия макияжа. Сколько ей стоит пользоваться? Она у меня уже почти два года. Стоит ли поменять? Я думаю, да, потому что срок службы всего два года написано. Ну, уже пора. Значит, какими средствами нужно пользоваться при проблемной коже? Ну, из наших сегодняшних масок нужно использовать для проблемной кожи Skin Immunity маска. Она непосредственно будет выводить избытки кожного жира, вот, восстанавливать их, масло, эту кожу. Значит, были еще такие маски для шеи и зоны декольте. Это не вопрос, это восклицательный знак окаживается. Можно ли использовать спрей в области декольте? Да, можно. Можно ли использовать спрей в области декольте? Не вымываются ли частицы серебра с варежки, если каждый день ей пользоваться? Если правильно ухаживать за маской, то нет, они не вымываются. Бустер можно с другими кремами. Да, я уже говорила, что бустер используется самостоятельно. Можно его под дневной, под ночной крем используется и как самостоятельное средство. Где хранить крем для лица? Лучше хранить всегда крем в холодильнике. На какую маску подходит после 60 лет? Ну, вот эта маска антивозрастная, начиная с 30+, училивает выработку эластина, коллагена, то есть очень хорошо подойдет. Так, ну вот, к сожалению, у нас время, эфира уже подходит к концу. Я была очень рада ответить на ваши вопросы и рассказать про наши новинки и очищающие продукты. Спасибо большое!